Давно в мире принято знакомиться с искусством, проще к нему относиться, воспринимать его не только как картину в музее, но как часть своей повседневной жизни. Большинство художников все-таки адаптируют и часто делают определенные работы, которые можно не только смотреть в музейных выставочных пространствах, не только быть в контакте на арт-территории с самим искусством, а переходить уже в бытовое пространство, где уже в прямом контакте люди более близко и более живо воспринимают искусство. У человека должен быть широчайший выбор и доступ к произведениям искусства, а дальше человек уже выбирает сам, что его, а что не его. Есть очень много молодых людей, талантливых людей, которые, может быть, до сих пор себя даже еще и не считают художниками, но занимаются творчеством и обладают какими-то талантами. Благодаря конкурсу я надеюсь, что мы сможем их отыскать и представить их широкой аудитории и, возможно, дать им шанс и дать им какой-то вектор для выбора в дальнейшем в своей профессии, связанной с искусством. Конкурс должен стартовать с 14, потому что в этом возрасте уже видно, есть ли талант и есть ли потенциал. Мне кажется, это будет очень интересный эксперимент. Конкурсы одна из их составляющих, потому что она как бы стимулирует, привлекает новую кровь к рынку и появляется интерес у тех, кто вот только узнает, условно говоря, про эту сферу. И становится больше участников, борщ начинает вариться и как бы всем становится вкуснее. Мне интересны, в первую очередь, какие-то новые пути взаимодействия между художниками, в данном случае художниками, которые занимаются цифровым искусством, которые занимаются всякими диджитал-практиками, медиа-искусством. Построение отношений между такими художниками и потенциальными техническими партнерами, технологическими партнерами, без которых новые проекты таких художников в принципе не могут состояться. Мне всегда интересны конкурсы молодых художников. Я полагаю, что этот конкурс, у которого такой очень широкий охват конкурсантов потенциальных, он может выявить очень интересные идеи. И поэтому, конечно, эта идея переосмыслить пространство магазина, площадок, комфи, это интересный момент очень. Это такой хороший, интересный симптом того, что компания ритейлер в данном случае или, в принципе, компания, которая занимается цифровыми технологиями, готова поддержать художников. Думаю, что из этого может получиться, ну, как минимум, какие-то интересные новые проекты, которые иначе бы без такой поддержки не состоялись бы. Синтез креативной экономики, синтез бизнеса, синтез с архитектурой и другими сферами деятельности вместе с культурой, они как раз могут дать возможность реализоваться некому открытию. Открытие и инновации – это то, что сейчас необходимо как раз в Украине. Опять же, у себя в Академии мы симулируем студентов участвовать во всех конкурсах. Очень важно, да, как бы участвовать во всем, что происходит. Вот, это просто развитие. Нужно начинать, нужно двигаться, нужно пробовать и общаться. Конечно, нужна среда для художника, безусловно. И вот, мне кажется, конкурс – это тоже еще один такой шанс эту среду хотя бы ситуативно создавать. Это прекрасная лаборатория, это то, что делает конкурс, да, и помогает стать художником. Мы всегда говорим «участвуйте». Художественное поле или поле культуры – это всегда поле для эксперимента. Художник для того, чтобы достичь успеха, в первую очередь должен быть честным сам собой. Секрет любого успеха – это труд. У художников вообще есть важная составляющая – это крафт, мастерство. То, как, какого качества они могут выдавать продукт. Сегодня в Украине очень много талантливых людей, много художников, которые могут показать, что они делают, но мы о них совершенно ничего не знаем. Поэтому мы ходим в музей смотреть на искусство прошлого, и нам кажется, что ничего другого совершенно нет. На самом деле это вокруг нас, это в мастерских, это в маленьких галереях. И если бы самый обычный человек знал, что искусство доступно, каким оно на самом деле является, то, мне кажется, его жизнь, его качество досуга было бы намного выше.